Мариам Тумбулян 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В нем приняли участие артисты Большого академического театра и профессионалы консерватории. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Кстати, в этот день впервые прозвучали слова. Внимание, говорит Москва! Есть город, который я вижу во сне, О, если бы вы знали, как дорог У Черного моря, открывшийся мне, В цветущих акациях город, В цветущих акациях город У Черного моря 18 сентября 1906 года родился советский поэт Семен Исаакович Кирсанов. Он создатель рифмованной прозы в русской литературе и один из последних русских футуристов. На его стихи написаны легендарные песни. Есть море, в котором я плыл и тонул И на берег вытащен к счастью Есть воздух, который я в детстве вдохнул И вдоволь не мог надышаться И вдоволь не мог надышаться У Черного моря Ежегодно в третью среду сентября Специалисты-кадровики отмечают свой профессиональный праздник День специалиста по управлению персоналом Все началось еще в Российской империи в 1835 году А именно когда вышло постановление об отношении между хозяевами Попричных заведений и рабочими людьми, поступающими на уны по найму Это был первый документ в стране, который регулировал порядок взаимоотношений капитала и наемного труда Раньше в советские времена сотрудники отделов кадров занимались Оформлением, введением документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный Сейчас в современном мире круг обязанностей кадровиков гораздо шире Поближе с этой профессией мы познакомимся в кадровом агентстве «Альтернатива» Кадрово агентство «Альтернатива» Здравствуйте Мы подбираем персонал, заключаем с вами договор на 3 месяца С предоставлением одной бесплатной замены Оплата агентства полмесячного оклада сотрудникам С проживанием без... Представьтесь, пожалуйста Номер телефона, если вы скажите У нас разные домработницы, есть с опытом У нас очень большая база, многие проходят курсы и тренинги Мы подберем домработницу под ваши условия По возможности могу вам позвонить уже сегодня Наше агентство «Альтернатива» занимается подбором персонала Трудоустройством с 2001 года Еще одним из направлений – это помощь иностранной рабочей силы В оформлении документов Для того, чтобы все было качественным Настя, вы отдаете домработницу на 5 дней в курсе Делательный опыт работы с ИП-картеропом 5-2, с 9 до 6 Елена Ивановна, добрый день Анастасия вас беспокоит с кадрового агентства «Альтернатива» На данный момент рассматриваете предложение о работе? Да, есть вакансия домработницы с графиком работы 5-2, с 9 до 6 Вам нужно будет подойти на собеседование в наш офис Да, по адресу Новоматичинский проспект, том 30, дробь 1, офис 404 Наши сотрудники подбирают не только для предприятий, но и домашний персонал Потому что это большая сфера деятельности Для людей большая проблема иногда найти достойного человека, который будет помогать по дому Кроме того, у нас сотрудники работают по газете «Альтернатива» ищут рекламу Да, по ярославскому направлению распространение газеты тираж 70 тысяч экземпляров Газета выходит раз в неделю по понедельникам Я получаю текст объявления по электронной почте, либо по факсу После того, как я получаю текст от рекламодателя, я его обязательно редактирую Устраняю какие-либо недостатки и отправляю дизайнеру И размещается в газете объявление Вот, посмотрите, это наша газета «Альтернатива», она специализированная о вакансиях Здесь размещаются объявления только о подборе персонала Поэтому, когда на предприятие звонят и спрашивают, нет ли у вас свободных вакансий Мы можем предложить вам размещение вашей рекламы в нашей газете Это беспокоит наши девушки, которые ищут рекламу в газет Так как газета довольно-таки эффективно является средством подбора персонала Ну, мы достаточно так актуально их закрываем вакансии быстро, в срок Ну, собственно говоря, у нас небольшая, но качественная работа 20 сентября 2009 года компания «Мотел» и киностудия «Юниверсал Пикчер» Заключили соглашение о совместной работе над полнометражным фильмом, посвященной к 50-летию куклы Барби Пока неизвестен сюжет фильма и тем более непонятно, в каком виде предстанет сама звезда Так как за всю историю она побывала офицером, гонщицей, невестой и даже астронавтом Но мы с нетерпением ждем премьеры фильма Согласно данным компания «Мотел», узнаваемость бренда Барби в мире составляет 99% На сегодняшний момент она самая популярная кукла В Матичинском районе находится сеть магазинов в мире Барби Уже по сложившейся традиции я подготовила подарок, теперь уже для наших юных дам Консультант проведет экскурсию по магазину и познакомит вас с сериями игрушек «Кукол Барби» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот уже более 50 лет оригинальные куклы Барби от компании «Мотел» лидируют на рынке детской игрушки Игры с такими куклами способствуют развитию детей художественного вкуса, наблюдательности и логики Существует огромная коллекционная линейка кукол Барби Среди них киногерои самостоятельные образы Существует Барби модная штучка У нее красивые наряды, аксессуары и обувь У нее подвижные соединения на коленях, локтях и даже запястьях Это стильное пополнение коллекции любой девочки Для вас, дорогие девочки, компания «Мотел» представляет серию «Я могу стать» Потому что любая девочка мечтает о карьере во взрослой жизни Итак, мы продолжаем нашу экскурсию в мире Барби Существует новая коллекция кукол «Монстер Хай» Это стильные и очень подвижные куклы Дорогие девочки, у меня для вас есть сюрприз Наконец-то состоялась долгожданная свадьба Барби и Кена В нашем магазине появилась новая коллекция этих замечательных кукол А также в нашем магазине представлена большая коллекция диснеевских кукол По мотивам ваших любимых сказок Приходите к нам в город игрушек Мы всегда вам будем рады 21 сентября 1982 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный День Мира Как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия В этот день люди призывают не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него Там, где устои общества прочны, население не придает значения данной проблеме Для них мир – это повседневная реальность Они не замечают дар мира, но, к сожалению, есть люди, живущие в атмосфере нестабильности и страха Специально для них учредили Международный День Мира Всем известный факт Глобальная проблема Мегаполис – это огромное количество машин Мы знаем, что автотранспорт разрушает все живые организмы Статистика показала, что автомобилю бывает более 3000 человек Но при всем этом темпы производства продолжают расти Если раньше на одну семью была одна машина, то теперь практически у каждого члена семьи есть собственная Это неудивительно, ведь в современных условиях полностью отказаться от автомобилей невозможно Чтобы хоть как-то бороться с данной проблемой, в 1998 году во Франции решили раз в год проводить день без автомобиля К данному мероприятию присоединились всего 20 городов, а уже в 2001 году более 1000 городов из 35 стран мира В этот день напоминают о проблемах, которые несет собой автотранспорт 22 сентября в крупных городах Европы для поездок по городу используют велосипеды Согласитесь, что это достойная замена автомобилю Помимо очищения биосферы, можно привести в норму свое физическое состояние Сейчас существует огромное количество велосипедов Но как сделать правильный выбор? В этом нам поможет сотрудник сети магазинов GoRide Всем привет, меня зовут Кирилл И сегодня я расскажу вам, как выбрать велосипед И что делать, если он сломался Покупая велосипед, стоит в первую очередь обратить внимание на навесное оборудование В наше время на рынке представлены велосипеды Любого ценового диапазона Начиная от нескольких тысяч рублей Заканчивая несколькими сотнями тысяч рублей Если вы хотите выбрать качественный велосипед В первую очередь стоит обратить внимание на колеса и на кареточный узел При езде на велосипеде воздействие со стороны дороги на велосипед В первую очередь приходится на колесо Соответственно, качественные колеса все собираются на двойных ободах Это обод с двойной стенкой, который гораздо жестче, чем обода, на которых собираются дешевые колеса Еще один узел, на который стоит обратить внимание при выборе велосипеда, находится вот здесь Это кареточный узел, на котором закреплены педали При езде человек стоит на педалях, соответственно, вся нагрузка со стороны человека приходится в первую очередь на вот этот вал На качественных велосипедах каретка собрана на промышленных подшипниках Это подшипники закрытого типа, как в автомобиле Также следует обратить внимание на систему переключения скоростей Оборудование более высокого уровня обеспечит более четкое переключение скоростей И гораздо меньше будет вероятность самопроизвольного переключения при езде по лесу на корнях или на каких-то неровностях И последний узел, на который стоит обратить внимание, это тормоза Тормоза сейчас бывают двух типов Это ободные тормоза, можете увидеть их здесь И дисковые тормоза, они выглядят вот так Если позволяет бюджет, то лучше приобрести велосипед сразу на дисковых тормозах Так как дисковый тормоз менее восприимчив к погодным условиям и гораздо реже нуждается в регулировке Купив велосипед, вы также можете к нему приобрести разные аксессуары Такие как велокомпьютер, например, он поможет вам знать, с какой скорости вы едете Какую дистанцию проехали, температуру и многое другое Также полезно было бы купить велосипедную смазку Вот так она выглядит Такую смазку полезно иметь для того, чтобы регулярно смазывать цепь Эта операция продлит срок службы компонентов вашего велосипеда Цепь надо смазывать где-то раз в две недели, в зависимости от интенсивности вашей езды Если все же у вас сломался велосипед, вы можете обратиться в нашу мастерскую Наша мастерская осуществляет ремонт велосипедов любой сложности, любых марок и конструкций ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 сентября 1862 года граф Лев Толстой и Софья Берс поженились Тогда Льву исполнилось 34 года, а Софье было всего 18 лет Талантливый писатель безнадежно влюбился в молодую девушку Он никак не мог признаться в своих чувствах, думая, что девушка просто-набросто не ответит ему взаимностью Пройдя через эти мучения, он пишет свой первый роман «Семейное счастье» В сентябре он решается раскрыть свою душу молодой Софье Софья Андреевна, мне становится невыносимо Три недели я каждый день говорю Нынче я все скажу Я ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое Молчаюсь и говорю Зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам Ежели опять мне нельзя или не достает духу сказать вам все Скажите, как честный человек Хотели бы вы быть моей женой? Но только ежели от всей души смело вы можете сказать «да» А то лучше скажите «нет», ежели у вас есть тень сомнений в себе Ради Бога спросите себя хорошо Мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу И найду в себе силы снести Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю Это будет ужасно К великому счастью Льва Толстого Софья согласилась стать его женой В лице жены он обрел преданного друга и помощницу во всех делах За 17 лет совместной жизни у него родилось 13 детей Четверо из которых умерли В семье у Толстых было не все гладко Супруки прожили вместе 48 лет После чего 28 октября 1910 года После очередной ссоры с женой писатель ушел из дома Оставив записку Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований А только в твоей уравновешенности, спокойном и разумном отношении к жизни А пока этого нет, для меня жизнь с тобой невыносима Прощай, милая Соня И помогай тебе, Бо На этом у меня все Встретимся ровно через неделю на телеканале ТВ Мытищи До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова